Паре Кришна, мои поклоны, Энду Бала. Итак, у нас в гостях ведический астролог Энду Бала Дэвидаси, ученица Шилагавина Махараджа, автор ряда книг по астрологии, пионер этого движения ведической астрологии в, может быть, иностранных СНГ, а может быть, даже в мире. Инициатор привоза таких ведических астрологов, известных как доктор Рао, семинаров, переводы его книг. И, собственно, почему я об этом говорю? Потому что человек компетентен в, скажем так, в какой-то ведической науке, как ведическая астрология. Положен, если мы говорим, что у нас в гостях доктор, то мы должны понять, насколько он компетентен. Или доморощенный доктор тоже может быть хорошо, но доктор с образованием и опытом еще лучше. Образование и опыт приходят в результате общения. Поэтому компетентность Энду Бала в ведической астрологии, это для нас очень всех интересно, потому что время, космос, пространство. Ну и ведическая астрология с точки зрения Бактия. Бактия – самая высшая точка зрения. То есть есть разные, так сказать, уровни, на какой мы можем смотреть, на истину, на религию, на те же науки. Поэтому нам здесь интересна общая точка зрения. Но при этом мы будем все равно рассматривать какие-то разные грани, чтобы не получилось, что мы просто сидим и занимаемся каким-то промоушеном. Все-таки мы будем пытаться беспристрастно создавать тезисы, антитезисы. И вот мы с Энду Балой вместе были в Анкарвате. Наверное, Энду Бала расскажет немножко про Анкарват, что это такое. Да, Махарадж, с удовольствием. Здравствуйте, друзья, рада приветствовать. Спасибо большое, Махарадж, за приглашение. Всегда рада служить вам. И, наверное, я отвечу вопросом на вопрос. Махарадж спросил об Анкарвате, но первый, кто открыл Анкарват для всех нас, был Самавадуд Махарадж. Именно он организовал первую такую творческую экспедицию в Анкарвате в 2015 году. И по его приглашению я впервые приехала сюда. И вот мой вопрос, Махарадж, к вам. Почему же вы решили снять фильм вот об этом месте, в удивительном месте, с необыкновенной историей, и с необыкновенной, удивительной, современной историей, и такой необыкновенной древней историей? Почему ваш выбор пал на Камбоджу, на Анкарват? Ну, вопрос действительно хороший, потому что мы занимались темой ведического планетария и продолжаем темой этой заниматься. Тема очень неизученная даже для, скажем так, ведических людей, потому что ведическая космология гораздо более сложнее, чем может показаться. То есть на уровне мифологии все понятно, да, то есть на уровне, скажем так, веры, там, океан молока, океан тростника, такая планетная система, другая планетная система. Но если каким-то образом сравнить ведическую астрологию с современной наукой, это вообще не заходит, потому что люди сейчас живут в совершенно других понятиях. А вот хотелось именно понять, как люди воспринимали ведическую астрологию и ведическое мировоззрение, когда они жили в этой ведической цивилизации. А Анкарват же очень хороший пример ведической цивилизации, где цивилизация появляется и исчезает. Появляется с приходом браманов. Браман Камбу пришел в эту страну, женился на принцессе Нага, по легенде. И этот браман, будучи великим мудрецом, мистиком, создал династии и потомство, и в итоге он построил вот эту цивилизацию. Поэтому Анкарват – это такой, скажем так, осколок древней цивилизации. Помните, как пикник на обочине, скажем так, то есть там были какие-то артефакты, оставленные другой цивилизацией, сталкеры туда ходили. Ну и, конечно, Анкарват, он на флаге Камбоджии как некий национальный храм, памятник. И Камбоджия и Таиланд за него даже устраивали войны. Таиланд в конечном итоге предлагал купить у Камбоджии Анкарват, потому что это недалеко от границы. То есть этим памятником хотели все владеть. До конца про него никто ничего не знает. Ну, никто не знает, сейчас все знают, но я имею в виду, что общая масса людей имеет очень небольшое о нем представление, хотя его, как бы, ученые очень активно пахтали. И это абсолютно не буддистский, это абсолютно ведический храм. И об этом мы будем говорить с Индубалой. И он построен по такой, как бы, формуле, определенной формуле Вселенной. То есть он представляет собой некую Вселенную, и в центре этой Вселенной Господь Вишну, поэтому он назывался Брах Вишну Лока. И это вообще святое место, которое олицетворяло Вайкунху. Поэтому на это место ссылки даже в других Пуранах и Писаниях. Но вот, как бы, целостного духовного представления об этом месте не было. Было огромное количество там научной литературы, которая там все пофотографировала, там все какие-то внешние аспекты. Но духовного такого референса никто не мог дать. Вот, наверное, Индубал может рассказать немножко про там ведическую Вселенную, Сурия Сиданта, вообще проблеватику, как бы. Вот астрологам проще, как бы, воспринимать ведическую Вселенную, потому что астрологи – это прикладная наука. Там нужно понять, как эти графики, как эти планеты, как эти планы бытия воздействуют на людей. Вот, расскажи, наверное, как вообще храническая Вселенная должна восприниматься нами. Да, возможно, все храмовые комплексы Анкора – это своего рода представления древних о Вселенной. И что меня поразило, вот, когда я первый раз познакомилась в той поиске, которую вы организовывали в 2015 году в Камбодже, что, по сути дела, достояние Камбоджи – это храм Вишну. Храм Вишну, который является самым большим в мире храмом, который превосходит Ватикан. Камбоджи – это храм, который больше, чем даже вот целые города, необыкновенный, огромный город Анкор, который состоит из многих разных столиц. Так вот, этот храм посвящен Вишну. Империя Кмеров была достаточно сильной, могущественной, которая существовала на протяжении многих веков. И что меня удивило, что из 30 императоров в Камбодже только два императора были вишнуитами. Но именно эти императоры, а именно Сурья Варман II и Джая Варман III, именно они и создали вот уникальный такой, скажем, культ поклонения Вишну, которого не было, наверное, в этой стране больше, ну, и в близлежащих странах такого культа Вишну не было. И, конечно, меня это удивило, потому что сейчас мы знаем, что Камбоджи – это буддийская страна. До этого она была… в основном императоры Камбоджи были Шабаидами, но эта страна вошла в правую историю как страна, в которой самый большой храм Вишну. И в этом храме всегда велось поклонение. И это тоже своего рода символ для меня, потому что в мире очень много разных религий возникает, и Кали-югу – новые религии. Но, тем не менее, самое, скажем, значительное знание о Боге хранится именно в Бхагаватапурам и в Шримадбхагаватам, в Писаниях, в которых говорят о Вишну и о Кришне как о Личности Бога. Ну и сама страна, конечно, уникальна, но я думаю, мы поговорим позже. А сейчас хотелось бы сказать, что в этих храмах всё символично, начиная с того, что все нибудь построены по принципу Васту. А Васту – это древняя ведическая архитектура, которая показывает, что не только время связано с движением планет, а именно это рассматривает Джодиш, но и пространство связано с влиянием планет. И Васту это демонстрирует. И сам храм Анкар-Ван, он построен по всем канонам, по всем принципам Васту. Он ориентирован строго по сторонам света, у него есть определенные, скажем, каноны композиции согласно Васту. И он представляет собой некую модель, модель Вселенной. Но и этого недостаточно для того, чтобы понять, получить полное представление об Анкоре. Ведь Анкор-Ван – это только один, пусть даже большой храм из более чем 320 храмов Анкора. Анкор – это название города или поселения. Кстати, во время расцвета Камерской империи это был самый, скажем так, многонаселенный город. Там было более миллиона человек. Ну, то есть это древний мегаполис, если для сравнения, там, в Риме сколько жило? Там 100-200 тысяч человек максимум, да? То как бы, ну, то есть мы начинаем заходить на сравнительную... И мы понимаем, что, в принципе, западная цивилизация, описанная сиридически, это совсем маленькая местечковая цивилизация, да? То есть мы понимаем, что такие были, такие города, как Токио, в которых тоже жило очень много людей, там, скажем, города-мегаполисы Востока, да, и города-мегаполисы Индии, которые насчитывали гораздо больше, я знаю, ну, вот это было, по сути дела, мегаполис. Миллион человек для тех времен, с учетом того населения, и, там, Тенуч-Четлан, там, где Мексика-Сити, где жили, так сказать, коренные индейцы, тоже был огромным мегаполисом. И мы очень мало что про эти мегаполисы знаем. Например, Меконг, река Меконг, это Маганг, то есть, по сути дела, это была Ганга, а вся территория Нориенмар, Камбоджия, Вьетнам, Таиланд, она, на самом деле, вся испрещена ведическими храмами, это была вся огромная ведическая цивилизация, которая в результате определенных катаклизмов фактически, ну, это Калиюга, стерла сама себя с лица земли. То есть, я вот сейчас Камбоджию сканировали на вертолетах, вот этой новой топографии, съемкой, и нашли огромное количество храмов, поглощенных джунглями, дорог, городов, то есть, думали, что какой-то один уникальный храм, а оказалось, что целая цивилизация уникальная. И главное, что цивилизация превратилась в такое... То есть, ну, Папуа, Новую Гвинею пришли просто западные колонизаторы, датчане, там, немцы, французы, да, и захватили Азию, просто поделили ее, и, так сказать, можно сказать, конечно, наслаждались остатками, там, тканей, резьбы, ну, то есть, вот, остатками тех ремесел уникальных, которые процветали там, в основном, такие страны, как Бали, Таилан, ну, то есть, очень-очень развитые, скажем так, технологии, тканые, там, литейные, ну, то есть, то, что фактически, можно сказать, ну, совсем не развито в Европе. Я правильно говорю. Да, сейчас, и даже сейчас удивительно, как, не имея современных технологий, эта цивилизация могла построить такие величественные сооружения. И вот мы совсем недавно, вот, в 19-м году, как раз мы успели, до объявления пандемии, быть в Камбодже, и тоже снимали там фильм, и мы ездили в каменоломню, то место, откуда вывозили, то есть, просто разрезали горы, огромные камни, непонятно, каким образом они могли вывозить эти камни, как они могли вот так, на прямо вот глубину пропасти вырезать эти камни, и могли их доставлять. То есть, это цивилизация загадочная, и мы говорили про город-миллионник, так вот, этот город-миллионник, что по тем временам было абсолютно невероятное, большое количество людей, он был процветающим городом. Он был, была продумана такая ирригационная система, которая снабжала весь город, рисовые поля, которые давали несколько урожаев в год, и процветания кумеров, об этом можно говорить много, но вот, что меня поразило, как астролога, что не только сам храм Анкор, Анкопат и другие храмы Анкора представляют как бы модель Вселенной или какой-то открыт модели Вселенной, но и весь комплекс храмов, то есть весь Анкор, и я уже сказала, это 320 храмов. Так вот, все эти 320 храмов, как выяснили в конце 20 века западные ученые-исследователи, а именно британские ученые Грисби, что это просто отображение 320 звезд на небе. Около полярной области неба 320 звезд неба были спроектированы на Землю. И главные храмы, это главные, скажем, звезды в созвездиях. И что удивительно, что главные храмы Анкор повторяют очертания созвездия дракон. Но созвездие дракон, возможно, кто-то из наших слушателей помнит, как оно выглядит, это просто змей. И его назывались Анантошеша. Анантошеша и культ Анантошеша, поклонению Анантошеша. Это главный культ в Анкоре. Анантошеш — это сила Вишни, это опора Вишни. И вот этот культ тоже удивительный. И поэтому змей в архитектуре Анкора много. И все это поклонение Анантошешу, вселенскому змею. То есть все храмы Анкора были отображением звездного неба в области созвездия дракона, который, согласно представлению мира, был Анантошеша. Вот это удивительное открытие. И дальше еще более невероятная вещь, потому что это не точная копия того неба, которое сейчас мы наблюдаем. Ведь все меняется. Времена меняются, и мы вместе с ними. И звезды, и их положение тоже меняется, и наше восприятие звезд меняется. И как вот в подкушной грязи в конце 90-х годов открыл, что храмы Анкора отображали звездное небо, которое было 5 тысяч лет назад. Вернее, 10 тысяч лет назад. Но 5 тысяч лет назад одна из звезд созвездия дракона, была полярной. И это время, когда Кришна был на земле. И в это время полярной звездой была звезда созвездия Анкора. И сейчас, скажем, в проекции храмов Анкора, вот это место, место Тубана, это сердце дракона, так называемое сердце дракона. И это храм Байом, где по преданию была оставлена Стелла, когда Джай Варман седьмой закончил его строительство, он написал «Земля Камбу подобно небу». И после этого, после завершения, скажем, после построения храма Байом, Кмеры больше не строили. То есть, когда они обозначили расположение Тубана, как полярные звезды 5 тысяч лет назад, Кмеры перестали строить. Это тоже удивительно, потому что вся Кмерская цивилизация могущества ее было на протяжении пяти веков. И три века Кмеры строили, причем каждый новый император основывал свою столицу. Может показаться, что каждый новый император хотел показать, что он могущественнее, круче остальных, и вот поэтому он основывал свою столицу. Но, возможно, объяснение другое. Возможно, что все они строили по одному плану, который им и был известен. И Джайаварман VII, последний строитель храма Фанкор, вершив строительство Байома, оставил такую загадочную надежду. Затем 200 лет. Кмерская империя еще не летала, однако больше кмеры не строили. Для меня это было удивительным, скажем, фактом, который невозможно объяснить ни с помощью логики, ни экономического развития. И, конечно, эта удивительная загадка, которая еще связана с космосом, конечно, это такая неразгаданная тайна нашей цивилизации. Ну, если честно, я думаю, что тайна неразгадана, потому что цивилизация смотрит на мир вообще другими глазами. Понимаете, как вот, например, убери сейчас все технологии, компьютеры, айфоны, и будут сидеть там через 100 лет уже какие-то люди, гадать вообще, что это было, как этим пользовались, что такое мобильные приложения и так далее. То есть история, она непосредственно связана с мировоззрением человека, поэтому хотите изменить историю, станете историками. Интересный момент, что небо Камбоджия подобное небу, потому что в любом случае ну, как бы, небо всегда было неким ориентиром для, ну, скажем так, жителей Земли, причем, можно сказать, абсолютно любых цивилизаций. Понятно, что звезды, светила, кометы, все это очень сильно отражалось на жизнь даже самых-самых древних цивилизаций, не имеющих продвинутых каких-то инструментов. Вот. А тут хорошо говорить, если мы говорим о ведической культуре, интересный момент. Полярная звезда, это звезда друга Махаража, друга Лока. Помните, что друга был из династии Ману, родителей человечества. Но поскольку он был рожден от наложницы, а не главной жены царя, то есть не от главной царицы, он не имел права патендовать на... То есть он не был коронованным принцем. То есть есть у царя множество разных детей, отпрысков, а вот кто будет коронованным принцем, кто займет, так сказать, трон, это уже вопрос как бы там наследственности, выбора царя и так далее. И в раннем детстве ему сказали, что ты не коронованный принц, тебе никогда не сидеть на троне. Он, будучи ребенком, очень сильно обиделся, закусился. Это кровь к шатре, как говорится, еще народы сказал. Бежал из дома, стал мистическим йогом, медитировал, увидел Господа Вишну. И Господь Вишну даровал ему целую Вселенную, целую планетную систему, полярная звезда, которая находится... Вот такой интересный момент, где она находится, потому что сказано, что она не уничтожается во время уничтожения Вселенной. Дело в том, что с точки зрения Мадва Ачарии, которая более глубоко рассматривает физическую космологию, в каждой Вселенной есть также проявление Вайпунхи. То есть, есть Брама Лока, а выше нее Вайпунха, где обитает Вишну. Это как бы такое локальное проявление Вайпунхи на время, когда, так сказать, существует Вишну. Потом, когда Вселенная сворачивается, она опять же, куда происходит? Появляется шлейф Вишну, какие-то бактерии, да, там сказано, что йоги там как бы движутся, развиваются, а вот остальные все живые существа засыпают, им нечего как бы делать. Потом новое творение, и опять мир разрушается, и выше Брахма Локи есть пространство, в котором как бы пребывает Вишну. То есть, мое, я не думаю, что это спекулятивное мнение, потому что у нас нет четких карт или там четких комментариев на эту тему, хотя Мадвесамбрада и другие Ачарии могут комментировать. На мое мнение, что это вот полярная звезда, она где-то относится к этому плану бытия, потому что это как бы не материя уже, но это как бы, скажем, такое расширенное посольство в мире материи, духовного мира. И в этой связи хмеры знали о Кришне, но вообще трудно сказать, они, конечно же, знали о Шамадбагаватам и, конечно, знали вопрос как бы трактовки. Дело в том, что в Гоуде Вайшнавской Сампрадая уникальное понимание Шамадбагаватам, не то, чтобы оно там супер уникальное с точки зрения самого Шамадбагават, сам Шамадбагават это такой достаточно системный, скажем так, документ, да, а вот как этот документ читать и как его объяснять, это уже как бы вопрос, скажем так, ученых, специалистов, и поэтому Вайшнавы, Гоуде Вайшнавы, они показывают, что суть Шамадбагаватам это Кришна-лила и на стенах Анкора тоже Кришна-лила, хотя это храм Вишну, но это как бы некая Кришна-лила, причем это как бы верхние части оп, галереи, то есть и истории там прямо такие божества вырезаны, как там Кришна ползет привязанно к ступе, там Кришна поднимает холм Гавардхан, но Кришна-лила Мадар, да, Кришна-лила Мам, да, но как бы есть две точки зрения важные, да, одна точка зрения говорит, что ну Вишну это главная идея, потому что мы поклонимся к Вишну, это все мышцы, а Кришна это его аватар, это его проявление, как бы он играет и так далее, и этот вопрос был не только у Кмеров, а Ренката Бата встретил в читании Махапрабу, он с такой как бы шуткой типа думал, а, ну вот Кришна-лил, Вишну-то это самое главное, что в Южной Индии нужно понять, что Кмерская цивилизация, она больше Южно-Индийская, ну то есть эта часть, ну типа вы Кришнаиты, сентименталисты, конечно, Кришна и Вишну то же самое, ну вот, и когда Махапрабу задал ему вопрос, он сказал, а почему тогда Богиня Лакшми не могла попасть во Вриндавы, зачем Богиня Лакшми ищет расу с Кришной, она, ну чтобы понимать, среди иерархии божеств Лакшми занимает уникальное положение. Сказано, что существует 32 типа иерархии разных божеств и существуют разные богини и никто из них не может сравниться с богиней Лакшми. То есть нужно понимать, что Лакшми это как бы священно и то есть если изучать серьезную иерархию, а безусловно Денката Бата будучи ведическим брахманом он прекрасно изучал иерархию и сказано, что из 32 ступени божеств люди среди людей только брахманы занимают 32 ступень боги на земле Девараджи брахманы цари регулиозные цари и брахманы это 32 самая низшая ступень вселенской иерархии ну то есть через брахманов и через царей как бы рулится этим миром когда они утрачивают свою духовность соответственно мир попадает к Калиюгу и мы видим то, что сейчас происходит коронавирус демократия войны и так далее потому что нету божественных царей нету божественных брахманов мир как бы управляется другими мотивациями демонами да то есть демонические идеи да пожалуйста Гитлер коммунисты современное общество тоже демонические идеи ничего ради человека не делается попытка человека использовать как большую дату как инструмент войны насилия достижения своих материальных целей то есть никто не сидит и не говорит что человек создан для просветления для духовности для любви все говорят нет человек это инструмент ну как бы инструмент нам как бы затупился выкидываем инструмент берем новый инструмент да потому что эксплуатация находится на главной цели общества ну я имею ввиду в том числе элиты да то есть эксплуатация а тут в Камбодже интересный такой момент да что вот да камбоджийские цари какие-то были шиваитами почему шиваитами ну потому что бишну это молоко а шива это йогурт да и кто-то скажет а знаете ребята я молоко люблю но мне йогурт больше нравится он больше для меня полезен для меня вкуснее то есть мы говорим не о том что йогурт или молоко мы говорим о том что шиваизм это более материалистическая идея она больше описывает мир материи например там чакры энергии устройства человека в бхагаватам и вайшнавы об этом скользко говорят а шиваи об этом говорят очень много и поэтому тут как бы ну скажем так разделяется наука теоретическая наука прикладная кто скажет ребята знаете я ближе к науке прикладной я считаю что наука должна служить человеку да если мы с помощью науки можем заработать деньги для развития общества поэтому шиваизм и также такая прикладная религия в большей степени и она более имперсональная то есть не есть конечно личностные аспекты очень важные которые бахти развивает но для демонов также дана возможность имперсонального богопонимания да то есть вот такого абстрактного богопонимания а мы с тобой как бы говорим о личностном то что ты рассказываешь что же интересно потому что все связано с личностями каждая планета каждая ну как бы звезда каждый император да то есть понятно было много императоров но у нас тоже было много правителей да был и Сталин Ленин Андропов и Хрущев как бы и нельзя их сравнивать да и был Горбачев да нельзя их сравнивать ни по их достижениям ни по сталинская Москва там или Хрущевские дома то есть как бы мы очень четко понимаем ну вот сталинский подход и Хрущевский подход противоположные же правильно ну в чем-то противоположный в чем-то сходный в чем-то единый все относительно да в этом ну так же императоры они все следовали ведом но кто-то был склонен к Шиве кто-то был более материстичный а кто-то более был вероятно так сказать духовен его идея вот Анкарват Вишну Лока то есть построить как бы некую модель духовного мира духовного общества и я не верен что миллион человек жил в этом городе потому что их туда согнали палками там мне кажется что мы станем свидетелями такого такой уникальной трансформации мира и мне почему-то кажется что это будет в лучшую сторону то есть мне кажется что мир будет лучше хотя я четко вижу что современная модель такого эксплуатации эксплуатационная модель общества она ну как бы она конечно останется потому что люди всегда склонны эксплуатировать да но как бы люди все равно меняются их парадигма меняется вот что кстати об этом будет ведическая астрология шанс у нас есть да я согласна что сейчас происходят большие перемены а так как мы в них находимся нам трудно их оценить но действительно сейчас большое время перемен и как раз время которое связано с переменой эпох вы говорили о Тхру-Волоке и Тхру-Волоке это высшая земля высшая планета или лока обитель материальной вселенной она не уничтожается но полярная звезда это титул и этим титулом и достаиваются разные звезды которые становятся проекты Тхру-Волоки то есть Тхру-Волока выше чем полярная звезда и полярная звезда сейчас наша полярная звезда когда вот мы когда мы смотрим на нам кажется что все небо вращается вокруг нее но на самом деле все вращается вокруг Тхру-Волоки просто Тхру-Волока это высшая точка а ее нижняя проекция это полярная звезда но пять тысяч лет назад такой звездой был Тубан в созвездии дракона и мы говорили о том что все императоры были разные но действительно кто-то например Сурья Варман второй родители Анкар-Вата вообще провозгласил себя Кришной ну бывает да потому что он родился в тюрьме потому что его дядя узурпировал трон посадил его маму в тюрьму с отцом там родился Сурья Варма потом каким-то образом он вышел из этой тюрьмы и в 14 лет он вызвал на поединок своего дядю узурпатора трона Сурья Варман вторым и вот это совпадение фактов дало возможность ему сказать что оказывается я Кришна и он стал строить вишну храм вишну вот этот Анкар-Вата он строитель Анкар-Вата хотя возможно что на этом месте уже был храм разрушенный который строил еще Каудинья Брахман Каудинья и Сурья Варман возродил его на руинах и так далее все императоры были разные но что удивительно и в этом тоже некий символ что все они проводили единый план основывая свои столицы строя свои храмы они ставили их в том месте которое скажем соответствует проекцию звезд на небе может быть какой-то генплан исторический может быть и из-за всей их деятельности состоял какой-то план и это я говорю к тому что за всеми что с нами происходит тоже стоит какой-то генплан генеральный план который создан самим верховным богом поэтому а он все благой поэтому нам не когда мне пишут как дела мы хороши я говорю все по плану Кришны хорошо еще в него вписаться нам самим это точно да ну а вообще если говорить о временах которые нас ждут то эпоха водолея конечно очень будет сильно отличаться от эпохи рыб вот это вся вот чем интересна была мне Камбоджа потому что именно там я стала глубоко изучать теорию Платона теорию об оси прецессии о полярных звездах и потом говорил о том что существует некий цикл когда вот ось прецессии как раз и описывает вот этот круг вокруг скажем так тхру волоки когда сменяются полярные звезды и так далее и этот цикл более 24 тысяч лет и 12 с половиной тысяч лет это так скажем половина оборота так вот начало цикла Платоновой эпохи происходит когда начинается астрологическая эпоха льва и было это 12 тысяч лет назад а сейчас началась эпоха водолея лев и водолей это знаки друг против друга поэтому сейчас по теории Платона человечество вошло в пик своего развития то есть 12 тысяч лет идет вот этот вот причем ось процессии идет против часовой часовой стрелки от знака льва к знаку водолея а затем идет деградация и вот эти 2000 лет 2150 или 190 лет согласно Платону это эпоха астрологическая эпоха каждого и в начале 2000-х годов наступила новая эпоха эпоха водолея но когда мы говорим о венце скажем творения или пике развития цивилизации то как правило люди в первую очередь воспринимают это как материальные какие-то достижения но возможно Платон имел вовсе не материальные достижения потому что знак водолея это высоко духовный знак это знак разделения разделение еще этот знак наши западные коллеги называют очень красиво знак живой и мертвой воды то есть и эпоху водолея возможно и будет происходить это разделение живую и мертвую воду а это означает что такое живая вода все это символы живая вода это безусловно то что дает нам возражение к духовной жизни к духовному развитию мертвая вода это то что это блага цивилизации которые делают нас рабами цивилизации и отнимают свободу поэтому вот такие сейчас мы наблюдаем перемены с одной стороны да мы говорим прекрасно у нас есть интернет у нас есть гаджет но с другой стороны уже сейчас психологи забили тревогу и говорят о том что отношения между людьми меняются и скоро нас ждет отношенческий кризис потому что личное общение с человеком основано не только на словах а человек считывает его невербальное поведение жесты взгляды еще что-то и вот из всего этого на подсознательном уровне между людьми возникает или не возникает доверие поэтому когда мы общаемся дистанционно но не так вот как мы сейчас с вами смотрим в глаза друг другу а просто через экран монитора или по переписке вот как в социальных сетях то мы не видим собеседника и у нас пропадают эти навыки личностного общения поэтому мы видим что блага цивилизации с одной стороны хорошо но с другой стороны отношенческий кризис это означает несчастные личные жизни разрушение семьи продолжающиеся и так далее и так далее поэтому говорить о том что пик цивилизации который мы сейчас достигаем это прежде всего материя нет конечно не материальные достижения а скорее всего это как раз та живая вода которая и состоит в каких-то духовных истин духовных знаний в духовном общении и вот в это время в это интересное время действительно будет резкое как бы разделение на эти два потока кто-то будет уносим потоком мёртвой воды кто-то будет уносим потоком живой воды и конечно живая вода на мой взгляд это послание Махапрабу которое является скажем тоже очень символичным для эпохи водолея сам читание Махапрабу был водолеем он родился когда было положение многих планет в этом знаке он по солнцу водолеет поэтому это можно сказать мессия или как говорят на санскрите аватары от эпохи водолея поэтому вот да действительно время в котором мы живём очень быстро и резко меняется мы можем не сразу оценить эти перемены потому что мы находимся в них но они существуют и происходят вокруг нас ну что я что хочу сказать это действительно альтернативный взгляд на вопрос эволюции прогресса потому что ну как бы люди считают что мы достигаем определенных там девайсов технологий и это делает нашу жизнь лучше да но один отец Козинский который такой как бы в тюрьме по-моему известный такой интеллектуал он сказал что ребята любая технология способна принести как добро так и зло то есть поэтому когда вы рассматриваете любую технологию вы поймите что там любая ложка может превратиться в кинжал все что угодно поэтому ложка технология есть еду но если сточить ее это может быть кинжал поэтому всегда стоит попрох вопрос в чьих руках находится технология story эпох хво долея она не пройдет очень просто да то есть bal эпоху долея не только мы сидим и думаем как сделать жизнь лучше еще сидят демона и думают как использоваться новое время новые тренды эти технологии ведь с помощью социальных медиа мы сейчас сидим и говорим о вреде социальной медии правильно то есть и мы можем с помощью социальной медии говорить о вреде социальной медии мы можем так же сказать пользу социальной Если бы не было сейчас Инстаграм, мы бы не сидели, у нас не было большого количества зрителей, поэтому мы не можем сказать, что технологии это плохо, мы просто говорим о том, что эти технологии будут стараться злоупотреблять, а мы, как социальная продвинутая прослойка общества, будем пытаться использовать эти технологии для человеческого прогресса. Если бы тогда у кмеров были печатные станки, например, они могли бы напечатать огромное количество своего контента, а все, что мы сейчас знаем о кмерах, это лишь по каменным надписям. Если бы сохранились их тексты для нас, сохранились бы какие-то документы, мы могли бы гораздо больше и лучше понимать цели цивилизации и кто был кем на самом деле. Опять же, есть официальная история, какие-нибудь там записи монаха Нестора, он еще опирается, так сказать, славяне, но если бы в это время мы могли бы еще поднять записи, я не знаю, тысячи блогеров, одно и то же событие они могли освещать совершенно по-разному. Потому что мы понимаем, что человек освещает какое-то событие исключительно со своей, как бы, колокольни. То есть вот мы сейчас говорим о всех этих процессах с духовной точки зрения, но сидят люди, и они копают тот же анкор там лопатками, они там меряют эти там барельефчики, там вот здесь Кришна, здесь Апсары. Их совершенно, ну как бы, я был поражен, эти французы вообще совершенно не волнуют, о чем это все было. А потом ты говоришь, вот там человек объявил себя Кришной, ну может быть его пиарщики ему сказали, слушай, чувак, ну раз ты там уже там родился в тюрьме и убил дядю на поединке, так давайте о Кришне, чисто там, аватаром Кришне тебя объявим, чтобы как-то там, ну так сказать, пустим такой слух там, типа, чтобы ты был больше спозиционирован как лидер. Поэтому мы понимаем, что в материальном мире как бы все пытаются сыграть на этой ситуации, то же самое на этом кризисе. Кто-то пытается продавать маски, кто-то пытается перестроить свой бизнес, а кто-то говорит, вау, все, чем я жил и занимался, все это погибло, и это никогда больше не восстановится, бам, там, и пулю в голову, да, к примеру. Поэтому, как говорит, как сказал один знакомый, что в жестокие времена выживают жестокие люди. У нас, наверное, сейчас уже закончится эфир, Махарадж. Мы, может быть, ответим на следующую встречу тему. Да, да, ну тогда заключай, заключение. Ну, я хочу от тебя лично поблагодарить вас, Махарадж, что вы для меня, вот, для меня открыли этот ангкорд, открыли эту удивительную вообще цивилизацию. Я, признаться, просто, ну, слышала о ней когда-то, слышала о Красных Кмерах, об этом ужасном Палпоте.